друзья здравствуйте многие спрашивают когда вы будете показывать свою коллекцию показывать ее сложно просто растений много о каждом рассказывать очень много времени это все постепенно делать пока это общий обзор вот сейчас на большой планеты грамматофилу огромнейших размеров я попробую свистить примерно вот в таком состоянии посажены кокосовые чипсы как пришел с корнями так вот он я его расчет ничего не деребаню максимально поставил горшочек и под чуть-чуть по краям поливаю красивые листья возможно даже будет свистеть я конечно надеюсь здесь котлеи это у нас конгора это еще котлея по поливу котлея климатизационная была вот сидеть на таком кашпо субстрат здесь камушки и этот видно даже новые корешочки получено было весной конечно растение было усушено это у нас хардияна семи альба вот так вот лезут новые корешочки надеюсь сфокусируется вот в кашпо почему держу наверху вниз подливаю водички по краю чтоб не дай бог ее не залить в родителях идет давиана котлея убирай подальше от себя не залюбить так это у нас огромная стангопия она у нас сила 4 цветоноса стандартная пигра виолента сидит в корзине приходится корзину уже вырезать как-то шарик лагаем дома немаленькая здесь у нас шамбурки большие покажу такие бульбы бульбы уже моя кстати вот это же что-то похоже будет цвести пипка пока не растет ну вот такой вот мышка вверху много котлейного и взрослые большие растения я вешаю что место не снимали это бульбаш не забыть елизабет елизабет да м бабыр тоже все это лаэлия ансепс гуэра цветоносик длинненький уголку там другим разные ванночка отдельно висит как таковы они расположены все по мере поступления солнышко кому-то больше надо кому-то меньше это дендробиум и полинопсисы даже цвести будет цветоносик тут еще такой красивый имеет крупные котлейные цветы кто в чем кто в чипсах кто в коре кто во мхе буквально интуитивно подбирая под каждого субстрат здесь у нас морковки уже конечно нарастили это идет слошная морковь мармодес накатозитом здесь тоже морковь доращивать все жду будет она цвести или не будет да кстати вот так вот я могу поставить налить туда воды ну и пару дней она будет стоять пока я не вспомню страшного в этом ничего будет жду что когда-то отсюда появится цветоносик это у нас купер я надеюсь будет темный цветонос лизит и . темная цикночис купили здесь другой цикночис эритроганиум ред пытался цвести но как-то не зацвели дальше можно тут котлея расположена тоже морквы морквы очень крупные поэтому приходится ставить и вот их листья здоровые котлейки стоят здесь у меня растила красавица пока первый цветок котлея максима вот гонит еще бутончики растение уже взрослая у меня два года я покупала подросткам вот она зацвела здесь тоже котлейки еще одни котлейки вот тоже есть такая вещь которые многие смущаются чернота на бульбе но это не гниль если ближе посмотреть она не имеет ни мягкости ничего видно это происходит вот сколько раз я получаю от поставщика да да там нету все все чисто все налитая бульбочка тут даже есть черненькая приходит я так думаю что это происходит потому что где-то попало очень яркое солнце идет припекание верхней части и она чернеет но это не так страшно идут новые росты чувствуют себя прекрасно здесь у нас такой огромная 25 сантиметров если вот я возьму в руку вот лист лист очень большой ну она где-то сантиметров 70 высотой это у меня морковочки на гидрофонике стоит в чашечке внизу вода как я тогда рассказывала находится в постоянно влажном состоянии еще коктейку здесь у меня дендробиумы дендробиум специозум такой немаленький товарищ посадка у него идет камушки, караву, конечно лава ну и мох максимально каменный субстрат можно увидеть, что корни идут хорошо дендр в влажном состоянии тут еще гибридно специозум это дендробиум артист австралийский тоже пустил корешочки зелененькие и любят выращивание максимально в большом горшке то есть если относительно всех еды любят то вот эти дендробиумы этого не любят здесь тоже есть гибрид специозума но он идет менее небольшого растения тоже вроде маленькое растение строительство в большом горшке это у нас дендробиум фармари он свел фармари пинг анселия африкана это дендробиум мне нравятся его цветы но цветы держатся 5 месяцев сейчас не сезон цветения он даже дает кейки на туберах я думаю, что в этом году будет свистеть более обильный сидит в кокосовых чипсах но поливаю его очень редко просто по краю горшка если приподнять немножко вот одной рукой там будет видно, что там плетено все корнями это такая интересная штука тоже орхидея это у нас арундина арундина бомбусифолия цветет на верхних частях получила только недавно поэтому пока она акклиматизируется здесь такая котлейка у нас даже названием яскеллиана альба тоже такая уже матерая это лоилия тенеброза свела у меня красивенько сейчас гонит ростик это у меня акклиматизационная котлея Максима вот она новые корешочки постела в этот раз решила для нее попробовать каменный субстрат камушки и его конеческая лава ну тоже как бы другую специозу только буквально полила еще котлейка тоже цвела тринай джуниор котлеи 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 трассе облосом большой эта котлейка будет цвести руки зачесались чехолы разорвать ну слава богу все равно будет цвести котлеи вот у нас такое большое растение ну еще не цвевшая где-то имеет 4-5 ростов это шамбурки ледоминиана это тоже такие немаленькие котлюшки тоже конечно с белочкой это у нас котлея элеганс разные двулистные котлеи я колодила такие хорошие растения остались прям кустики ну оставшиеся бандочки тут штучек двадцать осталось здесь у меня котлея моя это у нас Джордж Кинг пока начал наращивать корни смотрю уже улитки начали подгрызать я с лизнеида на сухой субстрат посыпала вот не дай бог вот эти новые корни потому что корней в растении нету оно пришло фреш импорт и надо наращивать поэтому каждый корешок дорог поэтому если заметили где-то погрызанный корень вот он штука это будет либо гроза либо слизнеет имеет синие гранулы пару гранулов это место где вот был укус улитки корень как выгрызанный это хочу вам показать но у меня сейчас нету наверное все уже поджили с толстыми бульбами у нас идет сибриз котлея красивая и тут тоже пошли уже мои взрослые котлеи это у нас балет фольклорика котлея очень красивые цветы мне удалось купить деленка от взрослого цветового растения я считаю что очень повезло мне спасибо человеку который мне ее продал это у нас лоэлия зип бирочка не всегда бирочки такие красивые вот это у нас матерое растение как вот я и рассказывала что я не занимаюсь пересадкой его другой субстрат поэтому вот хочу показать растение у меня полтора года вот как-то выглядит так если мы поднимем его мы можем увидеть моток корней также вот было пересажено перевалочкой и просто запихано меня спросят что я буду делать дальше ну я как бы не задумывалась еще но скорее всего я потом обрежу когда пойдут новые корни от этого я обрежу 4-3 тубера задние я оставлю а просто у меня будет 3 мощных тубера которые дальше будут активно растить корни то есть делаю деленку на два растения что растить кустом такое растение очень сложно чехол вполне что будет что-то цвести но он еще не полностью вылез поэтому на просвет посмотреть нельзя это у нас копейка триумфал триумфал коронатиум сита ну и тут масса разных котлей ну сейчас растений немного потому что в основном я стараюсь на зиму максимально чтобы у меня не было растений в наличии и так их осталось около 100 штук ну возможно уедут новым хозяевам это мои бриллианты как я их называю давианы и гибриды на них прямые ну вот сидят они вот в таких камушках сидят в общем поддончики это у меня давиана разита это япония здесь у меня чистая давиана урея вот даже можно увидеть корешочки да здесь разные разные гибриды ну вот по посадке можно увидеть сажу камушки да и желательно уголь добавлять корешки идут растения пересажены сюда вот субстрат месяца два назад здесь это было первое растение которое я пересадила в такой субстрат можно даже увидеть корни 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 свеженькие это у нас фольтер котлея рублинг ледовьяна аурея вот такой вот уже хороший кустик нарастила поливаю я такие растения буквально не просто лью много воды а чуть-чуть вот эту шиколку включаю сверху немножко полила и вниз водички налила и буквально водички там сантиметр растения должны высохнуть здесь здесь тоже гибриды надавьяны уже акклиматизированные корешками корешками это на продажу вот тут еще какие морковки растут это надо взять в руки просто лопухи морковки красивые даже даже вот он цветонос надеюсь процветет ну это наверное весь обзор теплицы более делать буду по каждому отдельному виду спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал думаю вы найдете очень много полезной информации стоит спасибо следует будет так искупить Продолжение следует...